Добрый день! Вопрос чрезвычайно важный, хотя ответ на него будет очень короткий. Нужно ли закрывать ракетку в момент контакта с мячом при ударе справа? Многие очень видели, часто видят в ютубе, если смотрят нарезку Федерера в основном, иногда на далее, что в момент касания мяча ракетка закрывается и идет уже в такой плоскости в окончании. На самом деле очень простой и банальный ответ. В тот момент, когда ракетка вот так закрылась у Федерера, он просто не попал центром по мячу, он попал нижней частью ракетки. Мяч обладает сумасшедшей энергией, и поскольку игрок бьет именно расслабленной кистью, расслабленной запястью всем, когда мяч попадает в нижнюю часть ракетки, ракетка закрывается. Если у Наталии такие моменты есть, попадает мяч в верхнюю часть струн, то ракетка на него выходит вот такой траектории наверх. Поэтому что-либо изменить на мяче невозможно. И почему это невозможно, сейчас это расскажет Сергей. А невозможно это только потому, что мячик на ракетке сидит примерно 5-7 тысячных секунд. Это то время, на которое мышцы реально реагировать никак не могут. То есть они реагируют только потому, что работает некая внешняя сила, которая их дергает. Сам человек своим сознанием за это время поменять ничего не может. Вот, собственно, и ответ на этот вопрос. Происходят у людей такие вопросы, как правило, потому что они видят это на заметенном виде. Не очень хорошего качества, и не видно, насколько мяч отдалился. Если вы увидите это действительно на Супер HD съемке, то видно, что ракетка поворачивается вот в эту плоскость, когда мяч находится на расстоянии 15-20 сантиметров от струны поверхности. Вот и все. Я надеюсь, вы ответили на этот такой интересный вопрос. Плоскость, как она изначально заходит под мяч в хорошем ударе, так она и продолжает двигаться. Вот здесь, да, здесь уже кисть может менять свое положение, потому что локоть идет вперед, плечо двигается вперед. Здесь вы уже группируетесь под свою антропометрию, под то, как вам это удобно. Вот, был такой наш ответ на ваши вопросы. Присылайте еще, мы с удовольствием ответим. Всего доброго. Присылайте такие простые вопросы, мы на них сюда будем. Да, с удовольствием ответим. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!